Приветствую вас. Да, помочь вам можно несколькими способами. Первый способ такой. Освойте техники релаксации. Их можно найти в интернете. Они доступны. Это дыхание, диафрагма, грудная клетка. Вот. То есть, грубо говоря, когда человек боится, он дышит очень неглубоко поверхностно. Вот. Техника релаксации предполагает, что человек дышит более полно, более глубоко. И тем самым обогащает свое тело кровь кислородом. Тем самым, значит, освобождая себя от негативных каких-то аспектов, от негативных проявлений. И, соответственно, освобождает себя от негативных проявлений, освобождает себя в том числе и от страха. Это первое. Второе. Второе, на мой взгляд, заключается в том, что существует ряд когнитивных упражнений, которые помогут вам, значит, меньше бояться, помогут вам не позволять страху влиять на вашу жизнь настолько сильно. Значит, когда вы едете на автомобиле, задайте себе вопрос, постоянно задавайте себе этот вопрос. Случилось ли то, чего я боюсь? Сначала, чего я боюсь? Боюсь. А потом, случилось ли то, чего я боюсь? То есть, вот, реально, случилось ли то, чего я боюсь или нет? Если не случилось, то бояться нечего. То есть, постоянно спрашивайте себя, случилось ли то, чего я боюсь? Или нет? Далее. Какие моменты, значит, могут привести к тому, что это произойдет? То есть, конкретно, вот, тогда, ситуация с ДТП. Какие действия совершили вы? То есть, я понимаю, что, может быть, вы не виноваты в том, что произошло, но, тем не менее, все же. Какие действия совершили именно вы? То есть, как вы были невнимательны, может быть, или отвлекались, или что-то еще произошло. Понимаете? То есть, это, на самом деле, очень важный момент. Вы понимали, что произошло тогда, когда случилось ДТП? Вы понимаете, что произошло, именно, вот, ну, в тот момент, в эпизоде ДТП? И как вы, значит, как вы, грубо говоря, повлияли на это событие? Да? Дальше. Какие вы можете предпринять меры предосторожности для того, чтобы этого ДТП не произошло? Сделали ли вы это? И, собственно, что можно сделать еще и можно ли? Вот эти все вещи необходимо в сознании очень четко осветить. Далее. Обстоятельства, при которых вы попали в ДТП, точно очень важны. Психоаналитическая теория, теория бессознательного, считает, что ничего случайного не бывает. И что, если человек попал в какое-то происшествие, значит, бессознательный, он хотел в него попасть. Даже если при этом не осознавал того, что хотел. То есть здесь заложен некий деструктивный сценарий, который привел к тому, что вы попали в ДТП. Что это за сценарий? Что вы получили в результате этого происшествия? Какие именно прибавки, какие новшества, изменения произошли в вашей жизни? На что вы получили право, грубо говоря, после ДТП? Вот с этим нужно разбираться. И тогда уже будет более полная картина того, что скроется за вашим страхом, значит, за вашими переживаниями. И, соответственно, какие потребности, да, значит, за ними стоят. Вот. То есть именно вот какие потребности ваши, какие конкретно ваши желания стоят за тем, что вот вы сейчас имеете, да. за тем, что вы сейчас получили. Я полагаю, что этот момент, аналитический момент, момент желаний, момент запретов, тоже, значит, нужно обязательно раскрыть. И вот так в процессе работы, в процессе, с одной стороны, когнитивного аспекта и прилежного, грамотного следования упражнениям, которые, которые, ну, вот необходимы вам для того, чтобы учиться контролировать свои эмоции, да, чтобы они не возобладали над вами, чтобы они не мешали вам. А с другой стороны, работая с эмоциональной бессознательной сферой, вы получите возможность избавиться от своих страхов, которые имеют под собой реальную основу. То есть страхи, страхи, это запреты на получение того, чего хочет человек. И исходя из этого определения, страх здесь имеет под собой причину. Может быть, вы не хотите водить машину вообще, и водите ее, допустим, ну, только потому, что это необходимо, например. Вот. И тогда получается, что у вас есть скрытая потребность в том, чтобы, ну, быть защищенной, или чтобы не брать на себя больше ответственности, чем вам приходится брать. Понимаете? Вот. Все это тоже нужно выяснять, потому что в противном случае, если сам страх уйдет, вы можете испытывать все равно некую такую, знаете, тревожность, которая не будет позволять вам получать удовольствие от жизни. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.